Здание, в котором располагается Сухумская школа искусств, памятник архитектуры. В этом году ему исполняется 120 лет. За эти годы капитальному ремонту оно подвергалось разве что в советское время. Слои краски, обшарпанный пол говорят о том, что много десятилетий тут подкрашивали, подмазывали и подбивали, чтобы здание могло выполнять свои функции. Сегодня ему не требуется капитальный ремонт. Запас прочности у строения настолько велик, что достаточно просто реставрации. Еще вы видите, так сказать, советскую действительность, то, что осталось от того времени. Ну, я думаю, годов с 80-х вот эта покраска. Ну, тут, если посмотреть на этой покраске слоев 6-7, может и все 10 толщиной, то есть когда перекрашивалось, мы немножко по-другому подходим. Мы стараемся уже все эти старые слои снять и более-менее приводить в какой-то такой вид более приятный. Некоторые классы уже отремонтированы. Периодически с этим в школе помогают столичные управления культуры и образования. Кое-что удается сделать собственными силами. Все, что можно сохранить, руководство школы оставляет на месте. Ну, мы стараемся не переделывать то, что было изначально задумано. Все то, что может еще жить, существовать и быть приятным, и радовать глаз, мы оставляем максимально. Я стараюсь не менять ни внешний вид, ни какие-то новые, новодельные вещи стараюсь не применять, где возможно оставить то, что было и есть. А тут очень много вполне еще функциональных объектов, которые просто надо немножко привести в порядок. Сто лет назад здание отапливалось дровяными печами. Но после того, как здесь поменяли крышу, дымоходы оказались закрыты. А ведь сегодня этот способ обогрева как никогда актуален. Большая часть их функционирующие. Я приводил специалистов, он смотрел, какие-то уже, конечно, от времени немножко обрушились. Когда я учился, я помню, они топились еще. То есть 80-е и 90-е, они были еще в норме, особенно вот эти вот такие стационарные, так сказать, более печи. Но их, конечно, нужно каждую по отдельности осматривать и каждую по отдельности уже решать, что с ней надо делать. В школе искусства обучается более 300 детей. Кто-то играет на инструментах, кто-то поет, есть танцы и рисование. Студия «Живопись» располагается в том крыле, которое вплотную прилегает к почве. И поэтому сырость здесь – дело обычное. Чтобы от нее избавиться, тут установили теплые полы. Но при этом в ходе ремонта открыли кирпич и камень, которые сами по себе украшают интерьер помещения. Чтобы иметь возможность продолжить ремонт, в благотворительном мероприятии приняли участие художники. Именно сегодняшних мероприятий цель привлечь внимание все-таки к нашей школе. Это интересное здание. Не только здание, здесь очень много хороших преподавателей, опытных, молодых преподавателей. То есть хотим привлечь внимание к своей школе. Концерт прошел на культурно-деловой платформе ГУМа. Каждый желающий мог пожертвовать любую сумму денег, которые затем направятся на реставрацию здания. Между тем, по словам директора школы искусств, концерт не просто способ заработать деньги, а стимул для юных музыкантов и художников. За время карантина мы уже три года не выходили на площадки. Поэтому дети соскучились. Это больше даже, я думаю, все-таки благотворительность. Это, конечно, хорошо. Мы сейчас не рассчитываем на очень большие суммы, на какие-то грандиозные события. Но детям надо выходить на сцену, педагогам надо тоже видеть, как они выступают. В общем-то, вся наша учеба, ее конечный смысл – это концертное выступление. Несмотря на пасмурную погоду, на платформе ГУМа собралось много народу. Бывшая железнодорожная станция стала местом притяжения и развития современной культуры. Марианна Кутова, Сосриква Гухава, Абаза ТВ.